Всем привет, с вами Терасер и Нюки. Тоже про космос, ПВП, там всякое на кораблях, называется, в общем-то, она, как называется, Star Conflict, вот как она называется. Вот, ну, здесь нам необходимо сейчас выбрать первым делом фракту, за которую мы будем играть. Мы так посмотрели описания разных и, в общем-то, решили все-таки играть за Ирихон, так как у них самые мощные щиты. Вот, конечно, есть также здесь федерации, у которых высокая скорость кораблей, империи, у которых щиты, ой, в смысле, не щиты, а корабли, самые мощные корпусы. Вот, а мы решили за Ирихон. Ну что, Никит, начинаем? Ну, да, уже сразу нажать играть или когда мне рассказывать, так сказать, свою историю? Ну, сейчас я выбрал себе фракцию вначале, и давай, наверное, начинаем, и там уже расскажешь нашу историю. Ну да, вот сейчас идет загрузка, ну, я, пожалуй, начну, вот, тем более, тут никаких заставок нету. Ну, в общем, ребята, в детстве у меня был телефон, так сказать, телефон слабенький по нынешним меркам, Sony Ericsson. Может, кто еще помнит, были такие телефоны у Sony, Sony Ericsson. У него была только камера, модель сейчас не назову, вот. И мы наткнулись на такую игрушку, или наткнулся я, и потом показал террасеру, ему очень понравилось. Называлась Galaxy on Fire. Она была 3D-шная, по тем временам это было просто нечто, потому что в игру в основном были 2D-шные. Она была просто с нереальной графикой, там были какие-то блики на кораблях. Мы глядели на нее, охреневали, что это все умещается в такой маленький экранчик. И самое суперское, что там, ребята, можно было сохраняться на несколько сейвов. И поэтому у меня был один сейв, а у Михи, на моем же телефоне он играл, у него был другой сейв. И мы вот так вот вместе играли. И я вот, как сейчас помню, сидели там уже было лето, поздним вечером, сидели на скамейке около моего дома. И вот играли каждый в свой сейв по очереди. И помню, Мих тогда купил своему катеру торпеды, такие ракеты самонаводящиеся. И мы сидели, охреневали, как они сами летают. И Мих тогда сказал, блин, какая охрененная игрушка. И, в общем, есть 2 игры, которые я подразумеваю в том, что я на них посадил свое зрение. Это либо Oblivion, либо Galaxy on Fire. И, к сожалению, Oblivion уже давно позади. А вот тут мы сейчас наткнулись на такую игрушку, как Тирасер уже сказал, чтобы мы сидели, ностальгировали, выбирали что-нибудь такое про космос. И вот, ребята, Star Conflict. Мне кажется, она будет не хуже, чем Galaxy on Fire. Но вот давайте заценим. Да, я тоже очень сильно надеюсь. Блин, это реально классно. Вот смотри, у меня обучение сейчас. Что? Будешь проходить? Я думаю, нет, наверное. Ну, награды, фиш есть, 150. 150 или пройти лучше. Ну, как думаешь? Ну, давай, может, пройдем, потом вырежем это. Ну, да, если там не будет ничего интересного, ребят, то мы тогда вырежем. А если будет нормально, все оставим, я думаю. Так, пройдем обучение. Пройти все, у меня загрузка пошла. Вот реально такая классная была эта игруха. Надеюсь, эта игра будет намного лучше. Потому что тогда все-таки не так сильно развиты были эти технологии. И, ну, на телефонах это реально классно вообще выглядело. Да, я помню, я даже потом искал эмулятор на комп, чтобы вот поиграть на компе. Но так как это был какой-то особый движок от Sony Ericsson, так и не нашел я. Так, что-то у меня FPS здесь такой низкий. Ну, я поставил на минимум, у меня вообще очень плавно идет. Так, все, нормализовалось, нормализовалось. У меня было почему-то FPS очень мало. Ты вот понимаешь, ты сейчас летишь или нет? Да, лечу. Или нет? Ну, я же направился на какую-то станцию, но он, окажется, на месте стоит. Нет. А, это может облака здесь летят просто? Так, ну вот смотри, здесь у нас пишется основа управления. Также, ребят, если хотите, чтобы мы больше с Никитой снимали эту игруху, то не забудьте поставить лайк и написать в комментариях. Также еще... И, извини, перебил. Быть может, кто-то тоже играл в Galaxy on Fire, и он тоже поностальгирует с нами. Тоже пишите в комменты, хотелось бы пообщаться. Да, также, если кто-то хочет в нее поиграть и еще не играли, мы подумали о вас и оставили ссылочку в описании под своими роликами. Можете попробовать поиграть, может вам понравится и заинтересует, в общем-то, вас эта игра. Так, что тут у нас основа управления? Нам необходимо нажимать У и Е для того, чтобы маневрировать. О, этап пройден. У тебя как там, получается? Так, слушай, а тут, знаешь, классно сделано. Я привык, что в таких примитивных космических игрушках ты, когда отпускаешь кнопку двигаться, он останавливается на месте. А тут, вот гляди, тут есть инерция, то есть он сам летит. А, да-да-да. Это круто. Ну да, инерция просчитана, прикольно. Так, мне теперь здесь необходимо... Блин, корабль прикольный такой по виду. Как все-таки классно это выглядит. Реально прям вспоминаю Galaxy on Fire. Она, кстати, была на компе, но она, к сожалению, синглплэрная. Мне очень нравится играть с друзьями. А вот здесь хорошо, чтобы вы можете с друзьями поиграть. Вот мы с Никитой, не знаю, сегодня будем ли играть чисто вместе или будем проходить сейчас обучение. Ох ты. Так, учебная цель. Теперь можно систему наведения, сейчас посмотрим. А я пропустил клавишу пробел и что-то там еще за что отвечает. Так, клавишу пробел, я еще не дошел. Я сейчас навелся на эту цель. Сейчас попробую ее уничтожить. Вау, стреляет так, классно. Сейчас я уничтожу учебную цель. Бах, разнесли. Супер. Еще одна. Когда на R нажимаешь, она, короче, по идее, ставится тебе в прицел. Ну и типа, что-то... Ух ты, я врезался, перегрев орудия. Я взорвал эту почку. Так, ну. Я тоже здесь... Ракеты. О! Че ты сделал? По мне стреляет турель. Так, пробел, это наверх взлетать. Повыше взлетать. Воу, классно. О, control. Можем нажать, он в бок посмотрит. Вау, офигенно. Так. Еще одна учебная цель. А ты не знаешь, как вниз опуститься? А, alt. Альт? Да. А, да, кстати. Ой, пушка перегревается. Надо это тоже учитывать. Что пушка может перегреться. Охренеть! Ракета, правая кнопка мыши. Я тоже только-только это понял. Классно, блин. Это вот чисто вот ракеты. Это была эйфория в Galaxy on Fire. Я когда запускал, просто какое-то, ну, слово плохое, взрослое такое. Ну, было очень приятно. Ну. Так, здесь какие-то дроны. Станцию охраняют. Захват объекта. А мне че, его нужно захватывать или уничтожать? Мне его захватывать надо. Ты уже захватываешь объект? Нет. Кстати, ребята, кто знает, подскажите, пожалуйста, в комментах. Как тут может какие-то спиды включить? Это более медленно он летит. Ну, может, нас еще обучат этому? О, хорошая работа, мне сказали. Тренировка успешно пройдена. Не, ну, на самом деле, обучение мне понравилось. Я немножко пропустил F, значит, че-то я сделал. А, какие-то скиллы, в общем, тут есть, как вовьи, вовчики. Так, я обучение прошел, мне написали, что вы успешно его прошли. И дали 150 вот каких-то монет. Так, теперь мне, мне сказано, наемник. Теперь пора проверить, на что ты способен. Нажмите в бой. Так, здесь можно уже выбирать режим PvP, PvE, потом Кооп. Вот. Так, ну, я, наверное, подожду, пока ты закончишь, да? Да. Ты что там сейчас делаешь? Я сейчас воюю с дронами. А, да, дронов убей, а потом тебе нужно просто эту базу охватить. Такую базу одну, которая буквой А подсвечивается. Ну, там такая, какая-то большая, которой дроны ее защищают. Или что там? А ты не видел, где тут есть счетчик ракет? Нет. Мне кажется, две штуки осталось. Надо будет еще почитать, что там все значит. Ну да, разберемся. Я думаю, будем неплохо в эту игруху играть. Больше всего мне нравится, что она не лагает. Ну. Да, вот у Никиты, допустим, компьютер очень слабый, ноутбук. Вы даже видели, что у него Майнкрафт лагает. А эта игра не лагает. Все четко. А может быть, конечно, это из-за того, что пока что ты еще не видел здесь жестких баталий? Ну, возможно, но пока что кажется, что хорошая оптимизация, значит. Дали мне 150 рублей. Спасибо. Рублей. Так, нажмите бой. Давай, тыкаем. Уже? Ну, а что? Ну, пошли. Пвп, миссии, против ИИ. Пвп, что ли? Давай попробуем пвп. Сейчас пока, может быть, не чисто друг с другом будем играть. Потом, может быть, посмотрим, как здесь друзья добавлять, чтобы мы смогли уже с Никитой вместе полетать. А как считаешь, ну, или, может, ты знаешь, тут есть такой открытый мир? Нет, наверное, нет. Это же все-таки игра, наверное, типа КСа. Ну, если можно сравнить вообще. Так, выберите корабль. А не типа там какого-то Вова или... Ну, Galaxy and Part, там, я помню, сделали нечто подобное во второй части. То есть там открытого мира не было, но были такие локации, и между ними можно было путешествовать. Ага. Да, 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 я помню. Так, все, у меня вот поначалу, как я только залетаю, немножко пролагивает, а потом все нормализуется. Так. Что, что тут такое? Ой, начинается уже битва. Маяк захвачен. Так, лагает. Все нормально, без лагов. Так, ищем врагов, наверное, наверное, ничего еще. Так, я пока что как нук просто играю. Я не понимаю, что делать. Все синее. По идее, синее эти дружелюбное. Так, здесь и враги есть, красный. А, ускоряться на shift. Круто, ура. Вот мы и нашли, как ускоряться. Жизнь стала лучше, жизнь стала веселее. Блин, только меня лазером сжгут. Я попробую сейчас уйти как-нибудь под станцию. И напасть на них снизу. Так, надо еще... Ага. Да, зашкеримся, значит, тут. О, мы уничтожили маяк. Я вот думаю, на кого бы напасть. Так, кто-то меня мочит. Так вот меня тоже. В меня летят лазеры. Вау. А где интересно, мое хп пишется? Наверное, вот... А, вот хп. Да, что же жестко, что тут сразу кидает, значит, в бой. И, кстати, щит восстанавливается постепенно. Так, а хп корабля это какая полоска? Не знаешь, слева, снизу. А, вот здесь. Вон, хп. Справа, да. Щит здесь у тебя голубой. Получается. Вот, а хп это желтым цветом. Ну что ж, для меня бой закончился. А что, тебя уничтожили? Я врезался. Не врезайтесь, в общем. Это черевато поражением. А, даже так? Ну ладно. Но, тем не менее, мне разрешили поднять уровень. О, я врага уничтожил. У меня пока нормально. Вроде как я справляюсь сейчас пока довольно-таки неплохо. А я вот улучшаю уже себе пушки. Так, давай, давай. Я так и не понял, где здесь пишется? А, вот, четыре ракеты у меня остается. Так. Лень было читать, в общем. Быстрый бой. Так, три ракеты куда-то не улетели. Блин, у меня щит на исходе. Надо улететь отсюда во срочно. Интересно, смогу здесь хоть победить? О, сейчас щит закончится. Нет, только не врезайся. Офигеть. Последний рывок, парни, говорят. А, здесь время у нас еще ограничено, что ли? Вот, буду, значит, тут не один, а с кем-нибудь летать. Не знаю, хороша ли вы эта тактика, но хотя бы не так страшно. Так, одного трону уничтожили. Здесь еще пушка накаляется постепенно. Так, я каут убил. О, говорится опасность, щиты уничтожены. Это, видать, какое-то ПВП, типа, как вовчики, помнишь, там, надо дефить. А, ой, ни хрена себе, меня тут лазером нехило так помочили. У меня ХП остается очень мало. Нет, сейчас взорвут. А, Мих. А, вот же какая тема, помнишь? Может, ты играл со мной в детстве так в игрушку, где тоже кораблики летали. И там показывалась точка, куда надо стрелять с проеждением, чтобы попасть. А, ну да. Вот только сейчас ты ее заметил. Да, это такая же точка, да, 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 есть. Вау! Офигеть. У меня остается 127 хп. Ой, 172 хп. Ну вот, значит, меня даже не попосли очень. Ну, дальше начало боя. Так красиво все может вращаться. Ты сейчас в ПВП там? Да. Вот на Ку-Е просто чувствую себя каким-то асом. Да. Иватирующим космическую шву. Давай, захватывай цель. Опаньки, отлично. Интересно, здесь можно увидеть, сколько я киллов сделал? На тап, может? У нас 20 секунд остается, у меня здесь пишется. Получай. Не, не на тап. Отлично. Минус один. Последнюю ракету выпустил. Бах, еще один вражеский корабль уничтожили. Как-то мы их вообще просто разносим на куски без каких-то усилий. Мы-то уже затащили, но меня чуть ли не уничтожили в первом раунде. И победа досталась мне. О, нифига себе. Смотри, у меня написано 6 бита, помощь одна, захватов 0, эффективность 878. Я здесь вообще просто топ. Никто столько не сбил, как я. А вот я сейчас сомневаюсь, это вообще реальные игроки или нет? Ну, не знаю, не знаю. Может быть и нет. О, ракеты на меня навелись. В ангар поднять. О, как круто, блин. Только сейчас по сторонам посмотрел. Тут, короче, планета. У него взорван центр. И там такая дыра огненная. Тротительно. Да, графони тут вообще топчик. Ага, прикольно. Так, и оружие сейчас улучшаю. Улучшить. И можно теперь нажимать в бой. А, это, наверное, все-таки было чисто показательное, да? Победа. Теперь ПВЕ-мись, а может быть и нет. Все-таки, как-никак, если это чисто поначалу дается, может быть там чисто новички все? Может из-за этого так тащили? Так, испытательный полигон. ПВЕ. Ну, я на последнем месте, но я одного сбил, да, помощь. Я больше всех помог. Ну, дали трофей, в общем, что ж, я, может, и не первый, но... А, ну и не последний. А вот, также, ребят, смотрите, у меня ник здесь в этой игре ТОП ТЕРАСЕР, так что, если вы меня увидели на поле боя, знайте, что это я. А я все так же нюкил. Да. ТОП ТЕРАСЕР просто ТЕРАСЕР был занят, ТЕРАСЕР КЕЙМИНГ тоже занят, ТЕРАСЕР ПЛЕЙ тоже занят. Видимо, кто-то из подписчиков уже заюзал мой ник здесь. А, нет, здесь все-таки люди, по-моему. Да, ну, судя по тому, что там были ники, я был не первый, думаю, да, нормально. Все-таки надо, давай найдем способ вместе полетать. Да, найдем, найдем обязательно. Также, я думаю, мы это сделаем уже в следующей серии, ребят, вместе полетаем. Ты пока ПВП пройди, ПВЕ пройди. А, сейчас туда выйду. Вот, а в следующий раз мы уже тогда поиграем с Никитой, постараемся вместе. Вот, может, даже кто-нибудь из вас, ребят, вместе с нами поиграет, если зайдете. Так, ну, в принципе, я думаю, мы, наверное, можем на этом уже закончить. Как ты думаешь? Да? Хочется. Вот, так что, ребят, если хотите, чтобы мы больше в эту игрушку играли с Никитой, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, ссылочка на канал Никита в описании. Ну, а также, естественно, мы оставим ссылку на эту игру, чтобы вы ее тоже затестили. Ну, и поиграли вместе с нами. Хорош, Ярик, получилось. Мне понравилось. Да, мне тоже офигенно прям полетали. Ладно, ребят, на этом все. Всем удачи и пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok